Цветы поздравления начала учебного года всегда похожи. Ученики и родители поздравляют учителей, учителя – своих подопечных. Не успели мы оглянуться и закончились такие длинные и такие короткие линейные каникулы. Я очень рада видеть в нашей школе новых наших учеников. Я рада видеть наших постоянных учеников. Я рада видеть своих коллег и рада видеть родителей. С новым учебным годом школьников и учителей поздравила первая вице-маронапа Светлана Яровая. Я считаю, что школа, хорошая, успешная школа – это своеобразная семья. И я в этой школьной семье, в этих прекрасных стенах желаю большого успеха, чтобы за этот год вы открыли новые таланты, побед в Олимпиадах, конкурсах, чтобы школа была благодаря труду педагогов и талантам наших детей одной из лучших, а лучше – самый лучший. Первый звонок, звонкий и пронзительный, приглашающий в школу, прозвенел на торжественной линейке. В школе номер 24 «Хутора Утаж» самый маленький первый класс. На линейке приветствовали всего девять первоклашек. Каждому вручили подарки от губернатора Кубани Александра Ткачева – яркие наборы для изучения кубановедения. В августе 1948 года наша школа была открыта в статусе начальной школы. Затем она была у нас восьмилетней и средней. И сейчас она у нас основная школа, в которой девять классов комплектов и обучается 130 учащихся. В школе номер 24 2 сентября отметили два праздника – День знаний и юбилей. За 65 лет в школе воспитали три поколения селян. Я надеюсь, что этот год пройдет на хорошей ноте, что он пройдет значимо, солидно. Год непростой, год 70-летия освобождения нашего населенного пункта от немецко-фашистских захватчиков. Это год олимпийский. И первый урок в начальной школе посвятили предстоящей Олимпиаде. Пока первоклашки отвечают на простые вопросы, со временем научатся искать сложные ответы и решать взрослые задачи. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион.